Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу крутое упражнение, которое нужно будет делать после каждой тренировки, а лучше вообще после каждого упражнения, где работают ваши жимовые мышцы. То есть там, где вы делаете жим штанги, не знаю, жим на плечи и так далее. В тяговых упражнениях это работает не особо хорошо, но после жимовых упражнений обязательно нужно делать. Почему? Потому что это будет стабилизировать, стимулировать ваши мышцы, например, спины, мышцы, которые тянут, точнее наоборот, да, мышцы, которые тянут, они будут стабилизироваться, да, потому что когда вы жмете, то у вас плечи вот так сужаются, у вас, если, например, на пресс делаете, то у вас вот так все будет, и будете ходить, короче, как обезьяны. Чтобы этого не происходило, вам нужно делать вот это упражнение, которое я сейчас покажу. То есть разминаете свои мышцы тянущиеся, тянущие, и мышцы, которые жмут, они просто будут как бы после, ну, заминка этих мышц будет. Ну что, полетели, не будем трепаться дальше. Смотрите, в 8 тренажер надевается вот эту веревку, беремся вот так, отходим подальше. Сначала руки у нас вот в таком положении, а нам нужно их вот в таком положении, да, а нам нужно, когда мы их тянем, развернуть вот в такое положение, и внизу нам нужно опускать локти наши прямо вниз, чтобы напрягались у нас плечи, напрягалась спина. Часть получается вот так. Вы должны прям почувствовать, как у вас работают плечи, работают круглые мышцы, работают широчайшие мышцы, работает трапеция, вот эта нижняя часть трапеции. И разминаться будет вся спина, потому что, когда вы делаете жимовые упражнения, все забивается, все мышцы, и нужно их разминать. Также разминаются жимовые мышцы, и тянущие мышцы тоже прорабатываются, и вы будете всегда стройным и красивым. Это было первое упражнение. Второе упражнение также будет прорабатывать больше верхнюю часть спины. Делаем то же самое, только делаем вот такие упражнения. Такое упражнение больше будет прорабатывать верх нашей спины, то есть плечи, верхнюю часть, вот тут верхнюю трапецию и так далее. Тоже очень полезно. И третье упражнение совсем узким хватом. То есть что получается? Первое упражнение у нас прорабатывает больше низ, самый низ вот тут, где-то широчайшие, круглые мышцы. Второе упражнение у нас больше кверху прорабатывает, круглые мышцы, ромбовидные мышцы и так далее. А третье упражнение у нас прорабатывает больше верхнюю трапецию и также заднюю дельту. То есть что получается? Когда вы будете делать это упражнение, у вас не будут сбиваться мышцы, они также будут разрабатываться, например, грудные, после того, как вы пожали, у вас разработается грудь. Если вы делали жим на плечи, то у вас будут разрабатываться плечи. Если вы делали ноги, то тоже делайте это упражнение, поэтому, ребят, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это упражнение, вы ранее не знали о нём, Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал И увидимся в следующем выпуске Пока!